Последствия урагана, который накрыл Самару в минувшие выходные, коммунальные службы города устраняли в ночь на воскресенье и понедельник, но с началом новой недели работы по ликвидации сюрпризов, которые приготовила погода, продолжились. Из-за сильных порывов ветра в областном центре были зафиксированы повреждения опор освещения, облицовки фасадов, светофоров и деревьев. От жителей Самары поступило порядка 30 обращений с просьбой привести в порядок городские локации, пострадавшие от стихии. Однако сильный ветер, по прогнозам синоптиков, не последнее, что стоит ожидать жителям столицы региона. Свой характер погода вновь покажет в ночь на 15 ноября, когда температура воздуха опустится до минусовых значений, а на смену дождям придут снегопады и гололед. Конечно, все это максимально быстро восстанавливаем. Да, прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие дни будет снег, метель, гололедница. Все городские службы максимально готовы. У нас есть запас песка, противогололедных материалов. У нас техника перешла все на зимнее, на весное оборудование, но и, к счастью, практически вся дорожная техника, которую мы покупали в Ленинг, практически вся сейчас находится в городе и готова к работе. Чтобы снегопады, которые прогнозируют синоптики, не застали жителей столицы региона врасплох, подготовиться к морозам и осадкам нужно заблаговременно. На чеку нужно быть автомобилистом, сменить летнюю резину на зимнюю и, с учетом плохой видимости на дорогах, в период снегопадов быть особенно внимательными к пешеходам. А представители управляющих компаний ТСЖ и ЖСК, ответственные за содержание дворов и внутриквартальных проездов, должны своевременно реагировать на последствия непогоды. Управляющие компании, председатели домов ТСЖ и ЖСК мы сориентировали, они взрослые, грамотные люди, которые должны ответственно относиться к своим территориям. Очередное напоминание от нас они получили, что в ближайшие дни будет непогода, они должны быть готовы. Обсудили на совещании в мэре и итоги регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2022 году. В этом сезоне было организовано 29 дачных маршрутов, на которых работало 52 автобуса средней и большой вместимости. С мая по октябрь перевозки осуществлялись 4 раза в неделю, а в октябре их число сократили до 2 в неделю. Маршруты отправлялись с 9 пунктов, расположенных в административных границах городского округа Самара – Волжский, Красноярский, Кенельский и Красноармейские районы. Все пункты были обустроены остановочными павильонами. У нас полное отсутствие жалоб на качество транспортного обслуживания со стороны наших пассажиров. Расчетный тариф в 2022 году для жителей не поменялся, то есть стоимость проезда садово-дачных маршрутов не увеличилась. И составляет от 24 до 40 рублей по садово-дачной транспортной карте, 15 рублей 60 копеек по карте школьника и от 29 до 159 рублей за оплату наличными или по банковской карте. В этом году на садово-дачные участки было перевезено более 696 тысяч человек, что на 7% больше, чем в прошлом. Наибольший пассажиропоток был зафиксирован на маршрутах 165, 171 и 181. В 2023 году старт садово-дачных перевозок запланирован на 15 апреля. Но, как отметили в городском Дептрансе, дата может измениться. Все будет зависеть от погодных условий. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.